Все, запись поехала. Представляйтесь и коротко о проекте. Здравствуйте, меня зовут Максим Кудрин из группы B21514. Здравствуйте, а я Сероджев Александр Шадихонович с той же группы программная инженерия. У нас тема по проектной практике это шахматный движок. Мы уже смонтировали видео по тому, с чего мы уже добились, по ближайшим планам. Предлагаю его сейчас посмотреть. 82 контроль по проектной практике. В процессе разработки шахматного движка мы выделили три основных задачи. Разработка практического интерфейса, то есть собственной шахматной доски, необходимой для удобства разработки приложения. Алгоритмы приложения лучшего хода, а также методы независимой оценки текущей позиции. Разберемся с тем, чего нам уже удалось достичь. Во-первых, мы решили использовать для реализации шахматного движка из XC++. Уже разработан удобный для дальнейшей отладки и работы программы графический интерфейс. На экране представлены скрины работы графического интерфейса. На данный момент его уже можно использовать для игры ПВП, то есть стекло против игрока. Далее мы разработали несложный алгоритм для приложения лучшего хода. Блок схема алгоритма представлена на экране. Алгоритм рекурсивной воссы заключается в том, что программа будет заглядывать на несколько ходов вперед. Конкретное число пока что не определено, вероятно его можно будет изменять. И программа будет смотреть, при каких ходах сейчас, учитывая оптимальные ходы соперника, игрок может получить лучшие позиции через несколько ходов. При таких ходах будет предложена игроку. Если ходы предлагают саботу, то он будет выбирать случайные из них. Вероятность выбора каждого из них будет зависеть от того, насколько в итоге хороша позиция, к которой можно прийти. Соответственно из этого вытекает следующая проблема. Оценка текущей позиции. Мы планируем рассматривать 4 основных критерия оценки позиции. Примерные алгоритмы представлены на экране. Это материальное преимущество, то есть банальное превосходство по фигурам. Пешечная структура. Позиция короля. А также активность фигур. Следует отдельно отметить, что были продуманы критерии Эншпиля и Эншпиль. А также теория дебютов. Текущие задачи. На данный момент положена почва для реализации алгоритмов оценки, чем мы сейчас и занимаемся. А также необходимо улучшать графический интерфейс, в том числе добавить бота. Спасибо за внимание. Это прекрасно.